Путь Дениса Силионова в танцах был тернист и начался в Благовещенске, когда танцору исполнилось всего 5 лет. Показывал хорошие результаты, завоевывал призы и очень скоро мама Дениса, которая всячески поддерживала сына, поняла. На малой родине развития не будет. Собрала вещи и перевезла ребенка в Москву. Перелет с Дальнего Востока в Москву дорогие. Мы через знакомых, через военную базу долетели до Москвы, добирались на военном самолете. Жить негде. Мы у знакомых, которые тоже переехали из Благовещенска за 2 недели до нас, жили какое-то время у них. Мы понимали, что для того, чтобы развиваться и улучшать свой танец, в первую очередь нужно переезжать в Москву, потому что тут и педагоги мировые известные, и турниров больше, и спортсмены именития. И выбор был сделан правильный. С годами статуса ученика Денис перешел на тренерскую работу, а несколько лет назад по рекомендации коллег попал в «Видное» в танцевально-спортивный клуб «Звездный вальс». Мы искали дополнительно педагога по европейской программе, так как мы расширяемся, всегда у нас клуб растет. Денис Александрович очень показывал хорошие успехи в работе. И как бы со временем, в первый период, когда я узнал, что у Дениса Александрович еще мама танцующая, и причем не просто танцующая, есть такая история, когда танцует проам. Это когда любительская история, когда обычные дамы хотят танцевать, и они танцуют с профессиональными танцорами. Собственная история с мамой и вызвала ажиотаж вокруг нашего героя. В 2017-м Ирина, которая все эти годы наблюдала за успехами сына, решила сама попробовать силы в танцевальном искусстве. Нашла партнера и начала усердные тренировки. А наставником стал сын Денис. Мы нормально общаемся, понимаем, чего хотим. И, в принципе, наверное, удобно. Хотя многие говорят, что, наверное, не смогли бы у своего ребенка там тренироваться. Танцы – это, в общем-то, образ жизни для нашей семьи. То есть другого мы, в принципе, наверное, уже и не знаем. И не знаем, как без них. Танцы Ирине принесли долгожданную любовь. Спустя полгода тренировок с партнером между людьми зародилось светлое чувство. Они поженились. В этом году пара под чутким руководством Дениса прошла большой путь, участвуя в различных танцевальных соревнованиях. Самые яркие достижения – полуфинал чемпионата России и первое место на престижном танцевальном марафоне Russian Open Dance Sport Championship. Конечно, организация на сайте. Все очень красиво, все прекрасно. А так сам каждый турнир – это, конечно, тоже значимый. То есть я для себя не делю какие-то крупные турниры. Не крупные, важные, не важные. Для нас пока задача – просто выходить на турнир и танцевать. Впереди у семейной команды усердные тренировки и высокая цель – достичь самых больших результатов в мире танцев. Юлия Погосян, Кирилл Иванов, Рега Садовская. Видно этого.